Вот видите, какой миленький стиговичок, который звонит в колокольчик и объявляет о празднике. Маленькую зимнюю сказку пенсионерка Людмила Гречанина создает на досуге. Материалы, краски, сюжеты выбирает сама. Оформлять новогодние игрушки помогает муж. Мастерица говорит, когда украшение волшебного семейного праздника создано своими руками, в доме сразу становится гораздо уютнее и теплее. Да и уникальному дизайну можно позавидовать. Во-первых, они никогда не повторяются. Ни одной игрушки нет в двух экземплярах. Все у нас разные. Мы дома всегда украшаем елку. И настроение просто сам праздник подсказывает, что это нужно делать с удовольствием. Из дерева, из ткани, из бисера здесь более 70 новогодних игрушек. На елке висят фигурки зверей, колокольчики, шары. А под зеленой красавицей главный символ Нового года – Дед Мороз со Снегурочкой. У нас есть те игрушки, которые создают настроение. Это не елочные игрушки, а игрушки, которые украшают дом. Мастера вкладываются туда полностью. И это как бы всегда видно. Они всегда яркие, какие-то необычные. У каждого мастера своя изюминка, свой стиль, своя энергетика. Юные зрители, которые пришли полюбоваться на маленькое новогоднее чудо, рассказывают, елку тоже предпочитают наряжать самодельными игрушками. Я иногда-то делаю зайчика, снегурочку, Деда Мороза. Я украшаю юлку красиво гирляндами, новогодними игрушками. Потом я загадываю желание, и оно сбывается. Окунуться в мир новогодней игрушки самарцы смогут до 13 января. Алина Чемерис, Станислав Левин. События.